МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этого человека знают все. Ивр Калменш, актер. Рост 185 сантиметров. Спортивная фигура, красивое, мужественное лицо. Ему было нельзя не влюбиться. Он был очень красивый, один из самых красивых, если не самый, в нашем кинематуре. Вообще это идеальный Дон Жуан. И если бы не было такого Дон Жуана, то много женщин страдало бы и вообще, что бы с ними происходило. Он мог бы стать суперзвездой Голливуда, если бы родился в Америке, а не в Советском Союзе. Впрочем, в своей стране у него была такая популярность, которая даже не снилась зарубежным звездам. Я помню, письма приходили в театр, и я открывал конверты, и там были, как сказать, тела убитых комаров. И первый раз была такая записочка, какая-то остромная девушка, хотела таким образом мне какой-то комплимент сказать, что эти все комари убиты, потому что они сели на мой портрет, которого она вырезала из какого-то журнала, и который рядом с ее подушкой, где-то там приклеенный к стенке. И она вот этих, убивает этих комаров и присылает мне. К своей невероятной популярности актер всегда относился с иронией. А как по-другому? Он даже друзьям никогда не рассказывал о странностях поклонниц. Ивр Калменьш никогда не считал себя особенным. Так в чем же его секрет? Почему один раз столкнувшись с ним на улице или на съемочной площадке, любая девушка начинает о нем думать, прокручивать эту встречу в памяти, сравнивать с ним других мужчин? И почему, обладая такой фантастической притягательностью, Калменьш не сразу обрел счастливую семью и крепкий тыл? Ведь сотни женщин готовы были без оглядки броситься к его ногам. Откровенные ответы на эти интригующие вопросы сегодня. Это поет не Ивр Калменьш. Хотя его голос поразительный, до мистики похож на этого исполнителя, они даже не знакомы. Запись сделана много десятков лет назад. Романс исполняет американский актер русского происхождения Юл Бриннер. И если б не он, советский зритель мог бы никогда не увидеть Ивра Калменьша на экране. Начало шестидесятых. Рига. В кинотеатрах крутит вестерн великолепная семерка. Юл Бриннер исполняет в нем главную роль. Он настоящий супермен. Умеет драться, метко стреляет, при этом ни на секунду не теряет достоинства. Маленький Ивр так поражен, что решает быть на него похожим. Но как стать суперменом в обычной советской семье? Да еще многодетной. У нас было четверо детей. Папа занимался автомашином, и поэтому я с детства, как сказать, с дружу разными металлами, изделиями из металла и так далее. А мама всегда занималась детьми, домом. Ивр решает, что первым делом надо обрести самостоятельность. В 14 он заявляет отцу, что идет работать. По тем временам почти скандал. Будущая подростка решает трудовая комиссия. Там был такой совет. Дяденьки сидели и решили, что ну пусть парнишка работает. 14-летний подросток становится учеником слесаря. Половину заработка он отдает родителям. На вторую бегает в кино и покупает себе одежду. На фоне сверстников он выглядит взрослым и даже стильным. И еще несколько очков форы. В выходные Ивр играет в группе. Музыка станет его любовью на всю жизнь. Ивр очень интересный актер с точки зрения музыки. Он всегда находит такую очень глубокую, очень серьезную музыку, что видно, что ему очень важна сама тема, сами стихи. Кстати, сегодня у поклонницы актера будет шанс услышать, как он поет. Специально для нашей съемочной группы Калныш сделает исключение и пустит нас в студию, где он записывает очередной альбом. А пока экскурсия по родной Риге. Это авантливый мост. Перезагарин. До уголовного. Этого моста не было даже в проекте, когда Ивр принял второе серьезное решение. Он станет артистом. И втайне ото всех пошел учиться в школу юного актера при Рижской киностудии. Когда я уже поступил, я сказал, что я учился на актера. И мама просто так сказал, что сынок, они же так громко говорят. Не знаю, откуда у меня такой опыт. После школы юного актера будет театральный факультет Латышской консерватории. Вот так Ивар Калныш выглядел в те годы. Эй, русский, ушел. Ушел. Востребованным в кино он оказался сразу. Впрочем, Калныш пользовался успехом не только среди режиссеров. Мужчина, который нравится противоположному полу, это прекрасно, потому что актер, который на экране не вызывает никаких чувств, как противоположный пол у тех, кто сидит в зрительном зале, ну, это тогда зачем он, понимаете? Я думаю, что это не совсем так в жизни, поскольку он украшение любого фильма, то его и украшали для того, чтобы на таких, как он, ходили. Это амплуа. Это не сыграешь. Сразу есть самец, вожак, сила. Девушки сходили по нему с ума, но тщетно. Начинающий актер уже женат. Был такой какой-то вечер, и перед нашим выступлением выступал духовой оркестр. Пожарники какие-то, духовой оркестр. Она училась в таком техникуме, и она дирижировала этих пожарников. И она, что такая девушка, и я тут же влюбился. Совпадение или нет, но девушку звали Илга. Ровно так же, как главную героиню первого фильма, в котором снимается Калмэйдж. Правда, киношная Илга персонажем Ивара не заинтересовалась. А Илга настоящая уже при первом знакомстве будет готова пойти с молодым актером на свидание. Что-то такое сказал, я не помню точно, какие слова. Но какой-то комплимент я сказал. Это было на первом курсе. Ивар подошел к своему мастеру и сообщил, что собирается жениться. Он так загрустел. Ему показалось, что мы не справимся, потому что первые курсы и так далее. Дома не бываешь, денег нет. Два студента, дети пойдут и так далее. Но я был готов к таким отношениям, как ни странно. И мог принять на себе вот эту ответственность. Зачем же было так рано взваливать на себя серьезные обязательства? Видимо, по-другому он не мог. Лето 1959 года. На каникулы будущего второклассника Ивра Калминша впервые отправляют в лагерь. Но не проходит и нескольких дней, как директор объявляет общую тревогу. Ивар пропал. Я помню, что ты не туда попал. Нет мамы, например. Вот этот общий стол, где все кушают, мне показалось, что это дико. И я там один день или два провел. И просто пришел бы, ушел домой. Благо, лагерь был недалеко от Риги. Вечером путешественник оказался дома. Мама, так, ну, если пришел, так она покорила меня, и все уговорили папу, ну, пусть он остается дома. Несмотря на мужественный вид, Ивар Калминш в глубине души человек домашний. Наверное, поэтому он так рано и женился. Не хотел жить по-другому. И был готов к любым трудностям. Молодые снимали квартиру. Скоро у них родилась дочка. Тогда Калминш и мечтать не мог о собственной машине. Это сейчас он может себе позволить почти любой автомобиль. Зима хорошая. И холод, и снег. И не так-то очень холодно. А сегодня, может, прекрасная погода. В пустыне жить хуже, я думаю. Но и в те годы начинающий артист не унывал. Брался за все. Играл в театре, подрабатывал в кино и ждал своей роли. Она пришла с его десятой картиной. Я думаю, что вот этот фильм вместе с ним идет через всю жизнь. Люди хотят его видеть таким. Джулия, если бы ты знала, как я соскучился по тебе. Партнерша Вия Артманы хорошо знакома молодому артисту. Ведь они выходят на сцену одного и того же театра. Правда, они никогда не играли любовников. Я всегда с Трипетом смотрел, что она делает в театре и так далее. И это хорошо, что мы знали друг друга тоже. Это как-то, что мы из одной среды как бы. Что ты делаешь сегодня? Доля устраивает ужин в честь меня. Неудобно ее обидеть. Улезни оттуда и поедем куда-нибудь вместе. Я хочу сказать, как он тепло до последних дней относился к Вия Артмане. Хотя далеко не все, мягко говоря, было в ее жизни легко. К сожалению, в последние годы она проживала очень непросто. А Ивр был внимательный, приезжал к ней и помнил, что она была толчком его какого-то всплеска в профессии. И всегда об этом помнит. Ивр и сейчас не готов рассказать секрет, как ему удалось так правдиво сыграть. Это некий фольклор в процессе создания чего я не участвую. Но один секрет Калныш знает точно. Время около пяти дня. Актер останавливается у цветочного магазина. Кому он собирается покупать цветы? Трис-розовец. Трис-сет. Трис-сет. Я вам за это вот... Пожалуйста. Спасибо. Будьте здоровы, да. Очень рада, что вы у нее купили. До свидания. В магазине актеры узнают и встречают как старого знакомого. Ему приятно даже сейчас, когда он привык к своей славе. А в 79-м, когда фильм «Театр» вышел на экран, Калныш никак не мог поверить, что отныне он звезда. Письма приходили в театр. И не только в театр. Директора киностудии мне звонили, что какие-то письма приходят. В этих письмах были признания в любви. Конечно, поклонницы полюбили его не только как актера. Аристократичный, галантный, мужественный. Он на долгие годы станет для многих женщин идеалом. И это испытание не только для самого актера, но и для его жены, Илги. Это не было для ревности. Она была мудрее. Это не вызывало ни ревности, ни зависть. Она была просто моя супруга. И мы жили счастливо. Я не давал повода. Я старался в основном случае. Это он мудрый человек. Поймите, что Ивар достаточно мудрый человек. И очень умный человек. Поэтому это не тот вариант, чтобы давать какие-то поводы. Я вам тут постелю. А сам здесь на раскладушке лягу. Я думаю, это было время, когда он еще сам боролся за место как бы в всей этой творческой среде. И может быть, ты не настолько считаешься вторым человеком, который рядом с тобой. Вскоре оказалось, что популярность – это не так романтично, как думают многие. Ивара Калманша постоянно приглашают в кино. Он часто в разъездах. Актер шутит, что он мастер по приготовлению сосисок в стакане воды с помощью кипятильника. Иногда семья вынуждена приезжать к нему в экспедицию, чтобы не расставаться надолго. Ну, это был и Крым был, и в Средней Азии они приезжали. Ну, это всегда, как сказать, не так просто было. Потому что всем кажется, что это чуть не отдых. Это бывают очень сложные обстоятельства, какие-то плохие гостиницы. Вскоре случится следующая волна популярности. У тебя здесь уютно? Это немножко другая культура. Поэтому он немножко другой. Он совершенно не похож на других наших артистов. В нем какая-то такая, знаете, загадка. Поэтому, наверное, он этим и интересен очень многим женщинам, именно зрителям-женщинам. Потому что мужчина с загадкой всегда пленяет и хочется ее разгадать. Из романтического героя Ивар Калныш превращается почти в Супермена. Но не совсем такого, каким ему виделся Юл Бриннер в детстве. Герой 80-х другой, интеллигентный и хозяйственный. Поклонниц прибавляется. Извините. Совершенно не выношу, когда техника не в порядке. Он очень любит все делать руками. Сам. И много что умеет делать. Сам руками. У них нет в Латвии никаких рабочих на их участке, ничего. Он все делает сам. Постричь газон или что-то приколотить. У него масса инструментов. Он их собирает. Кстати, очень любит разные различные инструменты, особенно старинные. Электрика увидели. В первую очередь электрика. И я действительно могу починить утюг и эту лампочку на нашем столике. Я постараюсь, чтобы тебе здесь было хорошо. А между съемками Ивр Калнынш ездит на творческие встречи. Его рекорд – 11 концертов в день. Ты должен был выступать и по кинотеатрам, по каким-то красным уголкам, какая-то военная застава еще и так далее. В общем, целый день вот так крутиться. Сложно смотреть на себе в зеркало потом. Потому что ты сам себе надоел, а уже ну и уставший, конечно, ты безумный. Устали все. На 21-м году семейной жизни Ивр и Илга подают на развод. Их две дочери уже довольно взрослые, чтобы понять родителей. Конечно, я думаю, что они переживают то, что у меня другие семьи и многие женщины. Но все-таки им-то, наверное, хотелось бы, чтобы с ихней мамой прожили всю жизнь вместе. Но так не получилось. Это жизнь, ничего не поделаешь, начинается другой, открываются какие-то другие двери и смиренно надо принимать то, что тебе посылает. У него там есть какие-то может быть болевые точки, проблемы, которые не так легко решаются, как хотелось бы. Ну, понимал, что семья это основное. Но как жить без семьи, в которой он так нуждал? Свобода продлится недолго. 1992 год. Снимается фильм «Тайны семьи» Де Граншан. В главной роли 19-летней актриса Аурелия Анужиты. А капля на лице попался? Это ее первая главная роль. Более опытные партнеры пытаются поддержать молоденькую артистку. Она невероятно красива и трепетна. Она переживает на площадке больше остальных. О ней так и хочется позаботиться. После съемок я почувствовал, что как-то она переживала, как бы, что все, кончилось. Группа выпила шампанское, распили бутылки и все. И я предложил ей где могу отойти ее домой, к маме там. Ива рука в нынешу за 40. К тому же ради него актрисе предстояло перебраться в Ригу из Литвы. Но это их не остановило. Вскоре у пары рождается сын. Я никогда не планировал детей. Надо радоваться тому, что Бог даст. Аурелия могла сразить любого не только красотой, но и актерским даром. В середине 90-х она уже бывалая актриса. На площадке ей достается совсем неопытный партнер. Аурелия на самом деле она для меня и крестная в каком-то смысле и девушка, в которую я был влюблен. Невозможно было не влюбиться. Спасибо. Туда едем? А выбор большой? Колоссальный. Все, что захочешь. Бары, рестораны, казино. Денег хватит? Приехав первый раз на читку, тогда еще режиссеры делали читку, я увидел Аурелию, легкую, такую прозрачную, веселую, искрящуюся, ну конечно ощущение, причем весна, преддверие съемок, первая роль в кино, самое главное, то есть все совпало. Если бы не она, я бы не вытянул. То, как она подыгрывала, будучи за кадром, это фантастика. Поэтому, как бы, ну это прям свет в окошке, честно скажу. Влюбленность Александра так и осталась платонической. Аурелия на площадке с мужчинами не кокетничала. Важнее всего, ей было прозвучать в кино. Ивара и Аурелию называли самой красивой парой Латвии. Их часто приглашали сняться вместе. И, скорее всего, именно это сыграло свою роль. Мешала такая, ну, жизнь на кухне, понимаете? На кухне все время как бы в театре, в гримерной. Я говорю, это не надо дома приносить это. Дом без этого всего. Трудно, наверное, творческим людям вместе. И начинается какая-то соревнование ненужное. Они встретились, когда она была как бы на самом взлете, да, когда вся эта карьера как бы была подготовлена, чтобы взлетать, да. У Ивара были свои планы, у жены были свои планы, и я думаю, что вот это соперничество, я даже так хочу сказать, сыграло вот эту главную роль. Знаю, что если была какая-то связь с какой-то женщиной, то я абсолютно убежден, что это было абсолютно искренне. Там не было никакого наигрыша по этому поводу. или я герой такой любовник, мол, любите меня, он очень скромен. Я мог и вторую скрипку играть, мне как сказать, без разницы, потому что я свою первую скрипку сыграю, или уже сыграл, и буду играть. И есть мои соло-выходы, которых надо уважать. И наоборот. Даже общий ребенок не смог скрепить этот брак. Я думаю, что это самый неудачный моя встреча, и поэтому у нас и не получилось. И расставаясь мне как-то трудно было, и повод, наверное, был, потому что ее не утвердили на одну роль, а меня утвердили. Это были 90-е годы, и думаю, если я откажусь, это будут последствия иметь какие-то, и денег не будут в доме, не будет. Но она эту жабу, по-моему, не могла съесть, и это как-то стало мешать нам. И вот так постепенно это все ушло никуда. Он порядочный человек, в любой ситуации он всегда разберется, и не будет лезть в бутылку, не будет скандалить, не будет наоборот разжигать интригу, он достаточно в этом плане спокойный человек. Сын Ивры и Аурелии еще не пошел в школу, когда они развелись. Он закончил школу, очень хорошо он мог поступить без экзамена. но он бросил университет и уехал. Звонил мне из Варшавы, а потом уже из Германии, это же не дает мне даже средний а попросил деньги, я ему переслал и все. Трудно представить, что от такого мужчины можно отказаться по собственной воле. Однако была еще одна женщина, которая готова объяснить, почему она это сделала. Я просто у него спросила разрешение, вот меня спрашивают, а можно я скажу? Он сказал можно. Он мне разрешил. Сегодня будет совсем другая Елена Кондулайнин, без кокетства и прекрас, искренняя и настоящая, потому что такой она была с ним. В 90-х появилось много частных продюсерских центров. Одним из них руководил гражданский супруг Елены. Пара задумала снять фильм под названием «Шоу для одинокого мужчины». Для картины нужен был современный герой. Оказалось, что Ивор Калнэйш опять соответствует духу времени. Я просто на самом деле мечтала, чтобы это сыграло Ивор Калнэйш, поскольку для меня он был такой эталон мужчины, олицетворяющий все мужские качества. Вот как я его запомнила, когда мы еще снимались в кино «Капитан Фракас». Барон сделал сырыцарем странствующей комедиантки. Браво, барон. Я не практикую романы на съемочной площадке. Это было такое исключение. Заметношения перешли с экрана в жизнь. Он тогда был свободен. Он был неженат. А у меня было тоже непонятное все-таки гражданский брак, это же не то, что Ивр оказался таким, как о нем думают сотни тысяч его поклонниц. Предупредительным, внимательным и заботливым. Он лев. И этим все сказано. Он такой никогда не упрекнет и за все отвечает. И сильный, мужественный. И недостатков у него вообще нет. Вот просто вообще нет недостатков. Эта фраза дорогого стоит. С каждым днем Елена открывала в Эвере новые черты. Что меня еще больше всего потрясло, что он не жадный. Обычно мужчин редко встречается. Делал подарки и деньги даже. Он понимал, что женщине иногда нужно давать деньги, просто помогать. Оказалось, Ивар Каллендж умеет не только говорить красивые слова, но способен и на поступки. Он прекрасно сам готовит. Он меня приглашал в гости и он угощал. Он может все сделать, например, он мне подарил кофемолку, он сам ее приделал на стенку, то есть у него руки растут из того места, из которого надо. То есть он во всех аспектах настоящий мужчина. однако спустя полгода Елена принимает решение больше не встречаться. Почему? Ответ на этот вопрос поражает своей искренностью. Это было невозможно куда-то вообще. Ну, выходим на улицу, это вообще невозможно. Его даже с кепкой ходит, его все узнают. Все же умирают сразу. Понимаете, вот женщины сходят по Ивру с ума. Однажды они ехали по делам и пришлось сесть в такси, где уже была пассажирка. Она узнала известного актера. И она готова была его сразу украсть. И она говорит, ну вот все у ваших ног, а у меня там это, а я вот это бизнесменша, а я вот это, вот я могу это. Кладет голову на плечо. Понимаете, я поняла, что здесь я не тяну. Такой красавец мужчина, а кто я? Поэтому он не удержится, есть лучшая женщина. Действительно так. Елена прекрасно осознавала, спутница Ивора Калленша должна дать ему все, что он заслуживает. Так кажется, что это все легко. Мне кажется, что это очень трудно женой быть именно супругой, потому что ему нужно служить. Ему нужна женщина, которая должна ему служить просто, которая должна ждать его с работы, уставшего, готовить обеды, ужины, расти детей. Но это не мое, я не была готова на это. Я думаю, что Ивар не такой человек, чтобы кого-то задерживать. В отношениях он ценит то, что люди вместе, потому что им хорошо. Елена почувствовала главное, насколько Ивару нужны семья и крепкий тыл. Ведь каждый его день расписан. Так было и так есть. Сегодня Ивар Калненш играет спектакль в Риге, в доме Москвы. Когда актер заходит в коремерную, его коллеги заметно оживляются. Алло! Привет, коллеги! Ой, Ивар пришел! Боже мой, мой дорогой! Ты коллайн как всегда! Дарить цветы почти традиция. Хотя ему рады и без них. Ведь прежде всего он надежный партнер и локомотив спектакля. Мы его не воспринимаем как какую-то звезду, как своего коллегу, как партнера. И от этого, наверное, такая легкость появляется и в работе, и в спектакле, и во всем том, что мы делаем вместе. В спектакль мы уже играем четвертый год, поэтому Ивра любим, ценим, гордимся им. Перед выходом на сцену традиционная читка. Калминж уже в костюме и гриме. Неужели он опять в традиционном амплуа? Комедия по мотивам пьесы Буди Аллена покажет совсем другого Ивра Калминжа. Этот спектакль в Латвии давно назвали провокационным. Ну-ка, дорогая мой, как ты там говорила, напомни мне, бревно под одеялом? тебе это не касается. На сцене он не боится быть смешным. Его герой адвокат, который на склоне лет влюбляется и ради молодой девушки решает разрушить всю свою жизнь. Публика благодарно отзывается на шутки актеров. Но есть в этом зале двое, которые внимательнее других следят за происходящим на сцене. Это жена и дочка Ивра Калминжа. На лбу актера капли пота. Становится понятно, что легкость, с которой он играет, лишь видимость. И это прекрасно знают его родные. Так кто же она, женщина, которой завидует вся страна? Ее зовут Лаура. Они познакомились в гостях у общих друзей. Ивар подошел ко мне сказал ты похожа на Мону Лизу. А я сказала а ты похожа на Ивра Калминжа. Я когда жил один год, каждый вечер какие-то приключения происходили. Прекрасное время одному. И деньги появляются и как-то вдруг как-то так знаете безответственно не надо отчитываться не надо думать ни о чем. Прекрасно. однако долго наслаждаться свободой и Варнистан. Мне не дали просто свершие кто-то сказал не ты должен запрягать сразу. У нас больше так с шуткой все. Ну и так шутя. Хочешь стать моей женой? Не особенно хочу. Я долго сопротивлялась если честно. Потому что мне казалось что выйти замуж это не самое главное. Мне больше нравится что он меня называет любимая женщина. И приезжает ко мне как к любимой женщине а не к женщине у которой паспорты и штампы которые ему так окольцованы и привязаны. Мне в браке прожили где-то 12 лет. Никому это не пришло в голову какие-то договора устраивать. Когда дети были тогда надо было как бы жениться. А свадьба это было больше как юридическое соединение двух людей что мы перед государством перед родителями пара. Легкое и веселое знакомство будто определило всю ее жизнь. Случайно прохожий никогда не догадался бы что эти четверо семья самого известного в Латвии актера и что собираются они заниматься вполне серьезным делом. вот такая холодная погода злые духи они уходят из леса хотят спрятаться в домах и мы вот их пугаем чтобы они шли обратно в лес чтобы не мешали людям жить. у Ивара и Лауры две дочери старшая Луиза и младшая Вивьен она появилась на свет когда ее папе был уже 61 год не надо даже говорить что своих малышек актер любит больше жизни и сегодня уже не оставляет их надолго как он сказал когда-то что для меня сегодня это смысл жизни понятно есть профессия но и семья это сегодня все для меня если он как бы езжает на два или три дня есть какой-то там ну когда будет папа но один раз когда он езжал на три недели и я очень-очень шкучала переживала и думала что я думаю что если бы он был богатым человеком то он бы не вкалывал так как он сейчас вкалывает ездит без конца расстается с семьей с детьми это же все не так просто все отражается поэтому то что он делает он делает это вынужденно у него такая закалка что я думаю что мужчины лет 30 могут позавидовать то что он может спать 3 часа и через 3 часа идти на съемки это все будет отлично и это не только день в день он неделю может в таком режиме работать жена спокойно отпускает мужа в театр я не знаю как было его молодость но те партнерши с которым Ивар сейчас играет вместе у нас прекрасные отношения можно сказать даже дружба я очень уважаю и люблю этих женщин я его партнер довольно активный партнер но я никогда не рискнула бы ну там не знаю задержаться после спектакля и предложить ему войти в кафе потому что я знаю что это очень стойкий парень он заходит в гримерку и тебе хочется сразу выпрямить спину тебе хочется с ним немножко пококетничать хотя конечно я вне конкуренции потому что у него совершенно сумасшедшая какая-то неимоверно красивая жена которая его безумно любит очень сильно о нем заботится ну и конечно же ревнует поэтому мы тут не можем ничего себе позволить я думаю что Лауре тоже непросто быть рядом с таким актером известным мужчиной достойным конечно непросто но она никогда не подаст в виду Лаура вообще умница за эти все 16 лет которые мы живем вместе ни в один момент мне не возникла какая-то ревность и вообще я знаю свою цену так случилось что женщину которая смогла сделать его по-настоящему счастливым Ивар Каллендж встретил когда ему было за 50 он идеальный муж он идеальный как в кино он даже лучше чем я думаю честно он очень-очень хороший муж он очень хороший отец он очень хозяйственный очень творческий очень любящий я у нас почти нету с ним ссор и разногласий в жизни они очень похожи в этом смысле они очень спокойны они спокойно разговаривают они очень улыбчивы явно что их желание быть рядышком совершенно очевидно за это время что мы вместе мы уже почувствовали эти зоны в которых лучше не лезть и просто мирно и уютно жить но если надо то мы можем большая территория один пошел в лес покричал другой пошел в речку искупался встречаемся счастливы Лаура его крепкий тыл она сделала то на что не решились другие она посвятила мужу жизнь я долгое время не работала пока мы устраивали наш дом квартиру пока дети были маленькие я и была домохозяйкой и мне это нравилось просто когда дети подросли я в себе почувствовала что быть только женщиной дома для меня я стану скучной и своему мужу и своим детям но я работаю сколько я хочу я сама себе хозяйка и Ивар вот потому я очень благодарна ему что когда я начала работать он очень-очень меня поддерживает он очень способствует тому чтобы я шла на работу и работала и ему главное чтобы я была счастлива и если я счастлива тогда все хорошо он очень любит свою семью очень какой-то он стал вот покойный такой вот я за него очень рада рада что он наконец-то вот как-то успокоился и он имеет вот этот дом вот этих вот детей вот эту вот женщину и у него все хорошо Ивру Калненьшу удалось исполнить свою детскую мечту он по несколько раз ходил в кино на великолепную семерку и хотел стать таким как Юл Бриннер а сегодня видя его Дронго многие мальчишки уже мечтают быть как Калненьш Ивар даже превзошел свое детское желание он стал экранным идеалом не только для подростков но и для женщин всех возрастов кстати обещанный подарок его поклонницам песня от Ивара Калненьша но эта песня такая немного шутливая немного ироническая но с таким шотландско морячным таким оттенком а можно с этого места я буду пускать с конец на ведущего так будем петь друзьям про то что в океане у берегов Шотландии все кружится в тумане выпьем мы друзьям за то что все в тумане у берегов Шотландии именно этот проект мы начали сравнительно недавно мы обычно не спешим все происходит довольно так спокойно к концу года я думаю где-то будет уже в таком чувствительном виде в компакт-диске или где-то более в интернете это можно будет увидеть услышать так в чем же секрет его невероятного обаяния чем он так очаровывает своих поклонниц ответ прост непосредственностью и честностью он такой какой есть и поэтому с ним надежно он не будет юлить плести интриги и пускать пыль в глаза немногим взрослым удается сохранить это детское качество он в жизни такой как бы маленький мальчик сегодня когда уже есть определенный возраст он ведет себя иногда как ребенок он очень в этом смысле очень теплый человек детство еще не кончилось я так старческий маразм сразу с детства прямо попадаю туда без этих средних лет смешно да у�� ого а ого ого а а ого оф ого 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 Продолжение следует...